Привет, друзья! Посмотрите на эти обе картины, пожалуйста, сначала. Видите, там вот в медитации женщина, а здесь вот эта картина называется «И участник события, его свидетель». А там в медитации – это там общение с вечностью. Там много времени, это безвремени, это медитация «Путь к нирвании». А я хочу сказать очень важную, интересную вещь. Мне прислали фильм посмотреть, как Будда перевоспитал преступника, агрессивного убийцу и грабителя, которого с детства обижали всё время. И у него произошло воспылание мести и жажда власти. И Будда его перевоспитал очень спокойно, он ему внушил, что его детское желание, непроизвольное, естественное, чтобы всё было хорошо, и что теперь можно восстановить, что он теперь может быть прощён и может измениться. И Будда своим сопереживательным отношением, внушив ему надежду на то, что люди ему простят, если он изменится, и Будда ему поможет в этот момент, будет поддерживать. И тот изменился. Буквально через некоторое время он из этого преступника, грабителя, он становится просветлённым монахом. И учит других людей, что всё зависит от разума, всё зависит от мыслей, поступки человека, зависит от мыслей. Это, наверное, было большое откровение в то время, в те годы, тысячи лет назад. Послушайте меня. Представьте себе, я посмотрел этот фильм, удивительный индийский фильм, но, естественно, даже иногда думаешь, откуда в Древней Индии эта философия, не внеземные ли цивилизации миллионы лет это пронесли? Ну, просто удивительно, откуда у людей, которые живут на Земле такие мудрости тысячи-тысячи лет назад, которых сегодня нет. Но я не про цивилизации инопланетные. Я про самое важное сейчас. Что Будда это смог сделать, и Будда как раз-таки это делал с помощью просвещения, то есть образования, сопереживания и практики нирваны. Что такое нирвана? С точки зрения моей, с точки зрения, как психофизиологи, это состояние глубинной душевной безмятежности, где мысли не сопровождаются эмоциями. Вот о чём бы вы ни думали, а вот такое состояние, как облака плывут вот на небе, а ничего внутри не задевают. Вот это нирвана. Это размыкание всех связей внутримозговых для восстановления природы, выработало в процессе эволюции, и переключений, как нейтральное положение в коробке передачи автомобиля. Это важные позиции, вы послушайте внимательно. Так вот, в глубоком гипнозе то же самое происходит, только в глубоком гипнозе кто-то это инициирует, там происходит это обезволивание, это размыкание. И в зависимости от того, что гипнотизёр внушает, там происходит трансформация, переустановка. Так у Будды, нирване, эта переустановка и произошла. Только за счёт образования, а не внушения в гипнозе. И не гипнотического состояния, вызванного извне, а нирваны, вызванной медитацией самим человеком. Ну вот, теперь смотрите. Если вы хотите трансформацию получить, ну, например, какую? Ну, чтобы ваши мечты исполнялись. У вас есть для этого большой ресурс. У вас есть представление о том, что вы хотите. Вам не хватает только того, чтобы в момент потенциального включения энергии, а это бывает в момент страха очень сильно, вулкан энергии, это короткое замыкание всех связей, это когда у вас страх, вы можете в этот момент представить себе сразу, какие бы вы хотели, чтобы исполнились ваши желания и мечты. И как я говорил, как в Айкидо, эта энергия напряжения пойдёт на реализацию ваших заданных целей. Ещё раз. Если вы заранее задумаете для себя несколько своих целей, ну, сильно мотивированных, ну, на самом деле, что бы вы хотели, вот, или смерть, или вот исполнение этого. Вот что бы вы хотели, то есть, это должно быть желание такое сильное, что там смерть ни почём. Ну, то есть, короче говоря, вы выбрали это вместо... Короче говоря, когда вам страшно, что бы вы хотели, что бы у вас начало происходить, какие цели, что бы решались. Ну, вот, например, например, я, да, вот когда я себя настроил, что если мне будет страшно, ну, схватит ногу, там, зуб или голову, или давление подскочит, или испугаюсь инфаркта, или инсульта, ну, допустим, допустим, я просто пример привожу. Я сразу беру, делаю узелки на память, нажимаю эти самые, чтобы немножко снизить уровень страха, и сразу вспоминаю свои желания, что это очень хорошо, это на счастье, как разбитая чашка, на счастье, как народ придумал. Делаю сразу вот это, и себе говорю, вот теперь картину нарисую лучше. Вот моё желание будет исполняться, когда я столкнусь с неприятностью. То есть, я могу, как нирвану, как гипнотическое состояние, использовать пик напряжения, то есть сам страх. Ладно, я вам потом на части это всё разобью, расскажу по частям, как всё это делается, как происходит трансформация личности, то есть как вы можете себя перевоспитать, какие вы хотите, чтобы у вас возникали реакции со скоростью инстинктов и рефлексов, какие вы хотите, чтобы у вас возникали реакции при столкновении с неприятностями. Ну, потрясающе, правда? Да. Для этого додуматься надо. А я вам расскажу. Ладно, до встречи. Продолжение следует...